А в зоне АТО усиливается противостояние. Количество обстрелов растет с каждым днем. Сегодня их было уже 22, из них 18 на Донецком направлении. Один украинский боец ранен. Боевики все чаще бьют из тяжелого оружия, армейцы отвечают из стрелкового. Большая ситуация на передовой Руслан Смещук. Украинские позиции в районе Старогнатовки, относительно недалеко от Мариуполя. В последние несколько суток на Приморском направлении, как и во всей зоне АТО, наблюдается эскалация. Все чаще боевики используют тяжелые боеприпасы. Активизировались и диверсионные группы. По посадкам ходят. В общем, ночью надо быть очень внимательным. Иногда плохая видимость. Слушаем. Часто лазят. Группа. Такое место, что очень легко пройти и зайти с тыла на любой другой позиции. Диверсанты не только обстреливают украинские позиции, но и стараются заминировать их. За последние двое суток минимум двое армейцев погибли, подорвавшись на минах. Поэтому военные усилили контрмеры. На позициях нашли противопехотную мину. ОЗМ-72. Это осколочная мина. В ней 2000 осколков. Радиус поражения до 100 метров. 100 метров это так. Видели, как она работает. После нее как бы выжить это... Досаждает нашим воинам и вражеская бронетехника. Относительно недавно в длительном бою они уничтожили танк и несколько автомобилей боевиков. 17 моих бойцов командованием бригады, к которым мы прикомандированы, поданы на государственные награды. После боя, в котором он начинал, создавал бронетехский танк и несколько джипов. А поблизости на пункте пропуска Новотроицкая все чаще выявляют людей с документами сепаратистов. Они, как правило, не показывают эти документы. Они выявляются в кого-то случайно, потому что они предъявляют паспорт. И в этом посвященном паспорте в украинском лежат документы с тем временем неподконтрольной территории, выданые там. Або выявляются, власне говоря, с прихованием в автотранспорте. Документ находится в месте с документом, с паспортом гражданина Украины. На допросе в СБУ задержанный сообщил, мол, сейчас на оккупированной территории людей принудительно заставляют носить с собой такие бумаги. И чуть ли не каждый день их проверяют. А из хороших новостей на пунктах пропуска новый порядок пересечения линии разграничения. Расширился список разрешенных к провозу продуктов, инструментов и электроники. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.